Преодолеть голод на планете Беларусь как один из лидеров в аграрной отрасли на континенте сегодня в центре внимания экспертов продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. В Минске собрались ученые из 15 стран Европы и Центральной Азии. Они уверены, что белорусский опыт может и будет полезен для достижения устойчивых целей развития цивилизации. О научных основах сытого общества Виктория Ходосок. В условиях нашего климата в сельском хозяйстве необходимо постоянно искать что-то новое. Вот уже и грецкие орехи на юге растут. В помощь аграриям наука. В Брестской области пошли на смелый эксперимент. 20 гектаров полей засеяли непривычной кормовой культурой. Сильфии пронзенно-листные. Ученые говорят, что в перспективе она может частично заменить кукурузу. По питательной ценности сравнить с кукурузой, то корм можно сказать, что даже в чем-то выигрышный. Потому что по белку она превосходит кукурузу, по сахару также, по зеленой массе. В успехе опыта и светлом будущем Сильфии уверен и Сергей Мартысеевич. Агроном с более чем 30-летним стажем. Привык доверять науке, но проверять на практике. Впрочем, пока изъяна в новой культуре не видит даже его зоркий взгляд. Понравилось, что она растет на одном месте до 25 лет, но пускай она 15 лет будет расти. Это если посеял 10 лет, 15 лет, только ухаживаю за ней, подкашиваю, насти удобрения и получаю урожайность. Урожайность обещают до полторы тысячи зеленой массы за два укоса. Тем более она еще медоносная культура. Вне всякого сомнения устойчивое развитие сельского хозяйства один из главных показателей экономического развития государства. Не случайно отмечают специалисты масштабный форум ФАУ. Сегодня именно в Минске эксперты из 15 стран Европы и Центральной Азии обмениваются опытом и обсуждают глобальные вопросы в сельском хозяйстве и продовольствии. Площадкой для масштабных дискуссий стала Академия наук. Говорили о том, как обеспечить страну едой. Это если просто. В мировом рейтинге среди 113 стран по показателям продовольственной независимости мы на 44 месте. Почти на 85% обеспечиваем себя продуктами питания собственного производства. Сельскохозяйственный сектор очень хорошо развит в Беларуси. Я бы отметил производство мясной и молочной продукции. Кое-что я даже сегодня сам попробовал. Продукты очень высокого качества. В свою очередь Минск заинтересован в региональных инициативах ФАУ. В расширении поддержки небольших фермерских хозяйств и в увеличении экспорта. Беларусь буквально за короткий период времени решила проблему продовольственного снабжения. Продовольственная безопасность, устойчивое развитие села. И сейчас является продуктоизбыточной страной. До 30% продовольствия продаем за рубеж. И постоянная задача довести эти объемы продаж до 50%. Подобный форум в Минске проходит впервые. Именно здесь заявили, что продовольственный экспорт Беларуси не только выгоден нам, но и полезен соседям. Как социальный проект обеспечить в регионе продовольственную безопасность. Виктория Ходосок, Петр Бутрим, Андрей Кульгава и Андрей Новгородцев. Телекомпания СТВ.